Пробило десять, в доме тишина. Она сидит и напряженно ждет. Ей не до книг сейчас и не до сна. Вдруг позвонит любимый, вдруг придет. Пусть вечер люстру звездную включил. Не так уж поздно, день еще не прожит. Не может быть, чтоб он не позвонил. Чтоб не вспомнил. Быть того не может. Конечно же, нарвался. И не раз. Но масса тел. То это, то другое. Зато он здесь и сердцем, и душою. К чему она хитрит перед собой? И для чего так лжет себе сейчас? Ведь жизнь ее уже немало дней. Течет отнюдь не речкой серебрянкой. Ее любимый постоянно с ней. Как Хангирей. С безвойной полонянкой. Случалось, он под рюмку умирялся ее душой. Так вреда навсегда. Но что в душе той? Радость или беда? Об этом он не ведал никогда. Да и узнать ни разу не пытался. Хвастлив или груб он? Трезв или хмелен? В ответ ни возражения, ни сдоха. Прав только он. И только он умен. Она же лишь чудачка и дуреха. И еле уж не знать о том, что он ни в чем никогда с ней не считался. Сто раз ее бросал и возвращался. Сто раз ей лгал и был всегда прощен. В часы несгод твердили ей друзья. Да с ним пора давно-давно расстаться. Будь гордую. Довольно унижаться. Сама пойми. Ведь дальше так нельзя. Она кивала. Плакала порой. И вдруг смотрела жалобно на всех. Но я люблю. Ужасно. Как на грех. И он уж все же не такой плохой. Тут бесполезно припираться. И шла она в свой добровольный плен. Чтоб вновь служить. Чтоб снова унижаться. И ничего не требовать взамен. Пробила полночь. В доме тишина. Она сидит и неотступно ждет. Ей не до книг сейчас. И не до сна. Вдруг позвонит. А вдруг еще придет. Любовь приносит радость на порог. С ней легче верить. И мечтать. И жить. Но уж не дай, как говорится Бог. Вот так любить. С ней легче верить. С ней легче верить. С ней легче верить.